Второй раз за две недели Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной. Об этом сказал один из помощников Путина Юрий Ушаков. Но в Киеве не намерены вести переговоры со страной-агрессором, так заявили в офисе президента Украины. Там отметили, что не понимают, чем руководствуются представители демократических стран, когда предлагают Украине пойти на уступки россиянам. Почему же на самом деле Путин мечтает о переговорах с Украиной в материале Юлия Биль. Россия второй раз за две недели заявила о готовности к переговорам с Украиной. Последним такое заявление сделал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намеков на новые контакты с РФ. Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации в интервью телеграм-каналу Шот. Также в конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о готовности к переговорам с Украиной и сосуществованию с Западом при создании необходимых условий. Аналогично мы видели в 2014 году, когда после оккупации ощутимой части Донбасса Российская Федерация начинала переходить уже к переговорным моментам. Просто потому что понимали, что им нужно время для того, чтобы собрать определенные экономические и военные потуги для следующего этапа войны. Здесь мы видим точно так же, когда Россия понимает, что ее военные силы исчерпываются для того, чтобы ввести дальнейшее наступление, она пытается навязать переговорный механизм для выигрыша времени. Это время, как правило, используется для следующего наступательного этапа, поэтому это в какой-то мере абсолютно закономерное поведение с российской стороны. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский не пойдет ни на какие переговоры по заключению мира с Россией. «Позиция неизменна. Никакие условия относительно наших территорий, нашей независимости, нашего суверенитета неприемлемы. Наши партнеры всегда говорят, когда, как, о чем говорить. Это абсолютно только решение Украины, украинского народа, украинского руководства». Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, в интервью Наталье Масичук. По словам Ермака, тему переговоров информационное пространство систематически подбрасывают сами россияне. Политологи говорят, что это не случайно. Россия использует специальную стратегию. «В американской политической науке есть такая интересная вещь, как «salами стратегия», то есть стратегия «салами», когда Россия, особенно и Советский Союз, в своей политической тактике применяли вот такую вот смену поведения. Сначала наступательная тактика, захват каких-то территорий, какие-то завоевания, какие-то агрессивные шаги, потом резкий откат к такой якобы показательно готовой к переговорам позиций, просто для того, чтобы зафиксировать до этого захваченное. И выйти с Западом на какой-то статус-кво, который будет вести к ограничению давления на Россию, к частичному снятию санкций, для подготовки уже к следующему агрессивному этапу». В офисе президента Украины также заявили, что не понимают, чем руководствуются представители демократических стран, когда предлагают Украине пойти на уступки россиянам. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. «Когда кто-то, кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на переговоры, капитуляцию после 600 плюс дней кровавого геноцида, он на самом деле предлагает позволить России продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила». Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины в Телеграм. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее, что любые переговоры с Россией были безрезультатными. По его словам, со времени аннексии Крыма России в 2014 году провели более 200 раундов переговоров с РФ, а также было достигнуто 20 соглашений о прекращении огня, которые нарушила именно Россия. Напомню, что осенью 2022 года в ответ на аннексию территорий в четырех областях Украины президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с Россией до тех пор, пока во главе государства стоит кремлевский диктатор Путин. Юлия Билля, телеканал «Фридом». К нашему эфиру присоединяется политолог Игорь Рейтерович. Добрый вечер, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Игорь, вот фраза такая, или как это сказать, формулировка прозвучала вот в сюжете, который предварял нашу с вами беседу, так называемый эффект салями, да, когда Россия добивается каких-либо, Россия или Советский Союз, вот как это было в тогдашние времена, каких-либо результатов, в данном случае речь идет о фронте, и тогда вбрасывается в общественное сознание, мол, Россия стремится к мирным переговорам. Считать, что у России исчерпался военный ресурс, это, наверное, и она попросила о мире, наверное, будет слишком оптимистично, но и каких-либо военных успехов на фронте, пока Россия не демонстрирует, кроме как рекорды по уничтожению техники и личного состава, которые за ИСУ демонстрируют, скажем так, вооруженные силы Украины на поле боя. С какой тогда целью вот эти вот вбросы уже второй раз за две недели происходят со стороны Кремля? Ну, они происходят с целью все-таки склонить больше, наверное, общественное мнение на Западе к необходимости давления на Украину в контексте начала этих переговоров. Потому что, с одной стороны, я слышал заявление, ну, как правило, про российски настроенных или экспертов, ну, в других странах, или каких-то политиков, которые говорят о том, что Россия как бы не демонстрирует публично желание садится за стол переговоров. Ну, это понятно, потому что они не могут пока себе этого позволить. Потому что, как вы правильно заметили, они находятся в такой ситуации, когда им особо не о чем хвалиться. Но, с другой стороны, объективно, они заинтересованы, конечно, в заморозке ситуации. Они понимают, что эта заморозка может дать им необходимое время и даже какую-то надежду на ослабление, пускай и не сильное, на санкционного режима. И несколько лет они могут себе позволить для того, чтобы, ну, потратить на то, чтобы, опять-таки, там, строить заново армию, перевооружать ее, ну, и готовиться к дальнейшей агрессивной войне против Украины и, возможно, каких-то других стран. Потому что у Путина, ну, есть расчеты на то, что начнется меняться ситуация в различных странах в мире, и, соответственно, это будет прямо влиять, ну, политическая ситуация, и, соответственно, это прямо будет влиять на поддержку Украины. Вот они через различных людей прямо или косвенно, тут же еще есть такой момент, что есть целая категория на Западе, которая, ну, относится к, как называемым, понимающим Путина или, ну, говоря грубее, извините уж, знаете, таких полезных идиотов, которые, в принципе, могут не работать прямо на Россию, но к ним находят подход через какие-то другие, скажем так, механизмы и вбрасывают вот тезисы о необходимости, там, окончания войны, перемирия, о необходимости садиться за стол переговоров и так далее. И у России расчет на что? На то, что общественное мнение начнет доминировать вот это на Западе, и, соответственно, западные правительства, поскольку Путин, вот, он именно так понимает демократию, на них, они вынуждены будут прислушиваться к этому общественному мнению и, в свою очередь, требовать от Украины немедленно садиться за стол переговоров. Поэтому расчет вот именно на это делается, а то, что усиление происходит за последние две недели, ну, так как, опять-таки, вы правильно, в принципе, отметили, они за последние две недели продемонстрировали рекорды, ну, только для них рекорды со знаком минус, теряя там по 10 тысяч человек в неделю, то есть это огромная вообще цифра, которая, ну, не характерна там для более-менее развитых стран и более-менее там, ну, знаете, таких армий, которые воюют по новым каким-то правилам и принципам, и поскольку у них нет никаких других успехов, они пытаются вот таким образом раскачать ситуацию для того, чтобы приблизиться к Новому году. Это же тоже, знаете, очень важная такая сакральная история. В конце года надо отчитаться, подбить какие-то там итоги для авторитарных государств. Это очень важный, на самом деле, такой момент. И там вот надо будет показать, что, как бы, ситуация меняется в нашу пользу. Ну, пускай не на поле боя, но, по крайней мере, другие государства начинают склоняться к тому, что с Россией придется договариваться, ну, и делать это, конечно, в понимании Путина, его ближайшего окружения за счет интересов Украины. Игорь, вот вы, кстати, о некоторых итогах, которые нужно будет предъявлять, упомянули. И не стоит забывать о том, что в этом году может состояться пресс-конференция. Путина в прошлом году побоялся на нее выйти. В этом году, вероятно, состоится подобное мероприятие. Опять же, можем ли мы говорить, что вот вбросы подобных каких-то сейчас тезисов – это сбор материала для такой пресс-конференции? В определенной мере, да. Это, кстати, подтверждение того, что Путин говорил в последний, там, ну, где-то месяц. Его опять потянуло на какие-то исторические рассуждения. Ну, они бредово у него всегда выглядят. Но ему нужны какие-то факты из современности. И вот эти факты ему таким образом пытаются подобрать. Смотрите, надо еще обратить внимание на, например, то, что пишет этот потешный клоун, который когда-то был у них президентом, Медведев. Явно же там все посты тоже согласованы с Кремлем. А вот там как раз этот тезис очень четко проходит, что у западных стран открываются глаза. Ну, он это там еще связывает как бы с ближневосточным конфликтом, ну и привязывает, понятно, к Украине. У них открываются глаза, значит, они уже понимают, что это бесперспективно. И, соответственно, надо с Россией договариваться. То есть видно, что это целенаправленная, на самом деле, пропагандистская кампания. И понятно, что результаты этой кампании Путин потом будет использовать в каком-то своем выступлении. Ну, с одной стороны, в контексте окончания года, а с другой стороны, в преддверии, наверное, своего выдвижения, ну, очередного такого формального на выборах Путина. Потому что назвать это просто президентскими выборами, конечно, нельзя. И, с другой стороны, смотрите, у него-то другого и варианта нету. Потому что, а чем еще похвастаться? Опять рассказывать, что, как он это любит делать, что украинское наступление провалилось, так вы обратите внимание, он полгода, полгода рассказывает о том, фактически, что российская армия огромная, ну, которая там превышает украинскую армию, которая имеет гораздо большие запасы техники, там, готовилась к войне и так далее, полгода сидит в глухой обороне. И теряет километры территорий, ну, возможно, не такими быстрыми темпами, как нам бы хотелось, но тут есть объективные моменты, и в статье главнокомандующего об этом очень правильно было написано. Но при этом российская армия в глухой обороне, нету никаких успехов. И понятно, что подать это как очередную какую-то победу, но это очень странно будет выглядеть даже в глазах российского избирателя, который абсолютно лоялен Путину. А вот порассказывать о загнивающем Западе, о том, что там меняется точка зрения, и Украину просто заставят помириться с Россией, опять-таки, на условиях России, ну, я уверен, что это мы услышим обязательно во время его выступления. И более того, он этому посвятит львиную долю, наверное, этого выступления, потому что ничем другим хвастаться у него, в принципе, не получится. Игорь, вы так аппетитно рассказываете о предстоящих предновогодних, предвыборных речах Путина, что хотелось бы продолжить эту тему, да. Вот смотрите, ну, чем этот товарищ человек может похвастаться? Смотрите, успехов на фронте нет, да. Активная оборона, как он говорит, уже прозвучала такая фраза, мы перешли в активную оборону, очень смешная, на самом деле, фраза, у Запада глаза не откроются, на фронте успехов нет, народ нищает. Чем сможет похвастаться диктатор, но если не перед Новым годом, то хотя бы в своей предвыборной речи. Вот продолжить эту тему очень бы хотелось. Ну, смотрите, я думаю, что он, конечно, будет рассказывать о прекрасных перспективах вообще России. У него это, кстати, прозвучало во время одного из последних выступлений. Он сказал такую фразу, она, кстати, тоже очень смешно звучала. Ну, российский просто зритель как бы этого не поймет. Он же не думает о том, что говорят с экрана, а иногда можно даже было бы находить какое-то рациональное зерно в том, что говорят российские так называемые политики. Он сказал, что Россия перестает быть бензоколонкой. Почему эта фраза смешная? Потому что оказывается, что, видимо, все предыдущие года с 1991 года и 20 лет при его президентстве она была бензоколонкой. То есть то, на что россияне обижались, оно на самом деле оказалось, видимо, правдой. И вот теперь он говорит, что Россия этой бензоколонкой перестает быть. Ну, он, правда, не сказал причину, почему она перестает быть бензоколонкой. Потому что просто огромное количество стран прекратили покупать то, что она продавала. И в этом плане они не могут получать те доходы, которые они получали раньше. Поэтому я думаю, что все его выступления, то есть их будет несколько, это же явно, они будут крутиться вокруг двух таких вещей. Вот первое то, о чем мы говорили, что будет как бы легче, мы обязательно победим, и вот еще чуть-чуть надо подождать, там выборы в Соединенных Штатах, может быть они закончатся так, как нам хочется, хотя я думаю, что его ждут сюрпризы в случае победы даже того кандидата, на которого они ставят. Или там какие-то изменения произойдут в европейских странах и так далее. Ну и второй момент, о котором он будет говорить, о том, что Россия это осажденная крепость, что нам все завидуют, поэтому нам надо сейчас опять-таки поднапрячься, а потом мы будем лучше жить. Никаких социальных новых гарантий, фраз там по поводу, я не знаю, улучшения медицинского, либо какого-то другого обслушивания, конечно, звучать не будет, потому что тот нарратив, который выбрали на сегодняшний день на России, это нарратив именно борьбы с врагами, которые со всех сторон окружают Российскую Федерацию. Ну кроме, наверное, Китая. Китай как бы друг, и уже, наверное, даже больше, чем друг, в принципе, это уже какой-то сюзерен в перспективе, но тем не менее про это пока публично не говорят. Ну и еще единственный момент, судя по некоторым заявлениям, которые так вот звучали, проскальзывали, точнее, в выступлениях Путина, возможно, они сделают небольшую ставку, большую просто не получится, потому что денег не хватит, небольшую ставку на пенсионеров, ну в плане увеличения выплат им, но опять-таки, не то, что по меркам развитых стран, по меркам России, то, что они сейчас получают, это гораздо меньше, чем они могли бы получать и чем им было, скажем так, обещано. Поэтому социально-экономических моментов в его выступлениях не будет, а там будет стандартный нарратив о победе, о необходимости сплотиться, ну еще немножко потерпеть. То есть это, знаете, вот фраза, которая очень популярна на России, что никогда хорошо не жили и нечего сейчас начинать, она, наверное, будет основным лейтмотивом его предвыборной кампании, но только, конечно, это будет завернуто в другую обертку, такую, знаете, пафосно-патриотическую, что тем не менее у нас все будет хорошо, но вот надо только завершить как бы там начатое, довести это до логического завершения, и тогда у нас, соответственно, уже будут какие-то там улучшения, которые увидят все граждане Российской Федерации. Ничего другого, ну судя по тому, что мы сейчас видим, кремлевские технологи придумать не смогли, ну они и не смогут, понимаете, для того, чтобы вести качественную какую-то компанию и даже обещать какие-то качественные социально-экономические вещи, ну надо иметь понимание, как будет дальше развиваться ситуация. У Путина конкретно, его ближайшего окружения на сегодняшний день такого понимания нету. Они просто плывут по течению, вот куда они считают, куда течение там вынесет, вот туда, соответственно, они как бы попадут, но и не надеются, что их прибьет к тому берегу, на который они надеются. Ну, конечно, шансов на это очень-очень мало. Игорь, немаловажный момент. Вот эти чаяния переговоров со стороны Кремля и вся риторика с ними связанная, какое-то имеет влияние либо воздействие на представителей западных стран? Потому что, ну вот все-таки, я так понимаю, кое-где все-таки такие мысли держат в голове все еще. Ну, смотрите, тут надо различать два очень важных момента. С одной стороны, вся политика, которая строится в странах западной демократии, во всех странах, те, которые даже являются наиболее преданными союзниками и партнерами Украины, она строится на различных сценариях. Ну, у них так заложено. Вся система публичного управления построена на том, что выписываются различные сценарии, различные варианты, политик, программ, которые реализуются. И эти все сценарии должны, ну, альтернативы, их по-разному, там, варианты, их по-разному можно назвать, они должны лежать на столе у политического руководства. Для того, чтобы это руководство оценивало все возможные варианты. И поверьте, и у Байдена, и у Шольца, и у Сунака, у них у всех подобные сценарии лежат на столе. Их больше, чем три. Единственное, что там, конечно, они пронумерованы, ну, я так упрощаюсь сейчас, пронумерованы в плане оптимальности их реализации. И на первом месте, конечно, лежит сценарий, который завязан полностью и привязан полностью к той украинской формуле мира, которая была презентована президентом и про которую, в принципе, уже достаточно давно ведутся, ну, даже не дискуссия, ведется серьезное обсуждение. Я так понимаю, что мы финально увидим ее уже на саммите мира, который будет в начале 2024 года организован. То есть они рассматривают этот сценарий как ключевой. Но какие-то варианты у них, конечно, где-то там остаются. Это если смотреть с одной стороны. То есть мы должны просто понимать, что могут это рассматривать, но это больше так экспертно-теоретическом таком плане. С другой стороны, есть какая-то часть политиков в различных странах, она незначительная, она не является сегодня критической, которые, ну, изначально готовы были продолжать и дальше мириться с Путиным, ну, конечно, за счет интересов Украины. Они находятся от Украины очень далеко, и для них, в принципе, не важно и не интересно, кто там что будет контролировать, напал Путин, не напал Путин. Они в этом не разбираются. Они считают, что как бы это не их проблема, и пускай это решает сама Российская Федерация, Украина, ну, и, возможно, те страны, которые граничат там с Россией и Украиной. Такие политики есть, к сожалению. И вот, кстати, на них и прямо, и косвенно, и направлена на сегодняшний день вот эта вот вся российская пропаганда. Потому что их используют, по большому счету, для того, чтобы они сеяли какие-то определенные сомнения там в обществах по поводу необходимости окончания войны и так далее. Но, как мы видим, практически через два года от начала широкомасштабного вторжения, к сожалению, скоро будет вот эта дата печальная, по большому счету, в начале следующего года, кардинально общественное мнение в этих странах под влиянием даже вот этих вот Путин-Ферштейнов, как их там называют, те, которые понимают Путина, оно не поменялось. Почему? Потому что, ну, люди же смотрят новости, они же видят, что реально происходит, и они видят, какая страна является агрессором в этом плане. Что, тем не менее, не означает, что Путин не будет продолжать и дальше вот долбить вот эту стену в том плане, что рано или поздно, по его мнению, это должно принести какой-то там результат, и количество тех, кто будет выступать за какие-то переговоры, оно там изменится и будет большим, и он сможет этой ситуацией воспользоваться. Но, опять-таки, мы же тоже не сидим на месте, не смотрим за всем этим. Мы активно работаем в этом направлении, ведем, скажем так, дискуссию даже иногда с некоторыми представителями западных элит, которые позволяют себе такие заявления. Ну, вот как, например, Милон Маск, это, конечно, очень специфический персонаж, который далеко от Украины, но делает какие-то очень странные заявления. Но у нас всегда есть какие-то аргументы, которые цитируются западными СМИ параллельно с его какими-то заявлениями, и каждый для себя может сделать какой-то вывод, где правда и какой вариант есть наиболее оптимальным. Игорь, спасибо огромное, что приняли участие в нашем эфире. Я напомню нашим зрителям, Игорь Рыторович, политолог, был с нами на связи.